Честно сказать, я в изрядном шоке, что мне только что обвинение запросило 3,5 года, притом общего режима. Я уже побывал в СИЗО, провел там 3 месяца, это всего лишь преддверие ада, и тем не менее, там я уже успел похудеть на 10 килограммов, успел оказаться как суицидник на учете, что для меня было несколько странно, но возможно для этого были какие-то, видимо, основания. Я уже в курсе о том, что из себя представляют наши лагеря общего режима, вот эти вот колонии, и все здесь присутствующие в зале, думаю, прекрасно это понимают. Тем не менее, я в своей речи хотел бы коснуться этого несколько позже, пожалуй, до конец, потому что высказаться о своем наказании, я думаю, это тоже довольно важно. Сейчас я прежде всего хотел бы отметить то, что я являюсь атеистом, космополитом и либертарианцем, и я не вчера им встал, я эти взгляды постелирую на протяжении уже очень долгого времени, на протяжении многих лет, в том числе и в своем видеоблоге. И что в сущности это подразумевает? Это подразумевает, что у меня на данный момент, как, впрочем, и раньше, нет своей религии вообще никакой. Мне не интересны религии по большому счету, потому что я считаю, что они не нужны. У меня нет своей национальности. Да, безусловно, я наполовину русский, но вот эти вот обвинения в том, что я на почве своих националистических взглядов, видите ли, занимался экстремизмом, мне они очень странны, потому что я русский-то всего лишь наполовину. Как меня можно в этом обвинять, я не понимаю. Кроме того, так как я либертарианец, я считаю, что свобода одного заканчивается, там лечит свобода другого, и объективно я не нарушил нищих прав и свобод на вероисповедание, потому что я никому не мешал исповедовать ту веру, которую они предпочитают исповедовать. Да, может быть, я кого-то критиковал, но тем не менее я никак им не мешал в их деятельности. В своей речи я бы хотел также отметить первый пункт, это свою позицию по поводу религии. Во-вторых, отношение к тем законам, по которым меня судят, а это статья 272 и 48, и, наконец, как раз-таки высказаться о своем наказании. Так, прежде всего, по поводу религии. Мое мнение о религии ничуть не изменилось, и оно в точности согласуется с тем, что считают религией, например, Ричард Докинс или Бертон Рассел, Невзоров тот же, к примеру, и я согласен в мнении Лапласа, например, о том, что гипотезе Бога в современной научной парадигме идет место. Это абсолютно законно, это абсолютно нормально, и это окей, несмотря на то, что даже в экспертизах эксперты писали о том, что самоотрицание Бога является преступлением, что для меня странно. Тем не менее, должен заметить, что за те 8 месяцев, что меня держат в заперти, и за те 3,5 месяца, особенно, что я провел в СИЗО, мнение конкретно о верующих я изрядно изменил. Потому что у меня была возможность пообщаться с большим количеством верующих, в СИЗО есть и православные, и мусульмане, и весь контингент поголовных людей, которые находятся в лагерях и в СИЗО, они все являются религиозными. И с многими из них я пообщался вполне плодотворно и пришел к консенсусу, и очень сильно изменил свое мнение. Да, там были верующие, которые угрожали мне изнасилованием, и говорили, что когда я окажусь в лагере, то они 100% это со мной сделают. Надеюсь, что я не окажусь, надо тоже решать суду. Тем не менее, я понимаю, что объективно верующие это люди, которые зачастую могут получить очень негативную, очень плохую реакцию от чьих-то слов. Они действительно могут прийти в упадок духа после этого. И, знаете, пожалуй, самая примечательная история, которую я могу привести в пример, она о Павлове, о том самом Павлове, который занимался условными рефлексами. Безусловно, он был атеистом. Ну, в Советском Союзе, в принципе, это было же сказать вино. И однажды к Павлову пришел в гости один семинарист, который долго дискутировал с ним всю ночь на пролет о Боге. И в итоге Павлов с помощью огромного качества аргументов доказал ему свою позицию, и семинарист в Боге разуверился. И на следующее утро этот семинарист повесился. Подобные истории, они дают понять, на самом деле, что зачастую как раз-таки верующие люди, в том случае, если произойдет такой вот прадигмальный сдвиг в их голове, могут повести себя подобным вот образом. И именно это я и понял. Я понял, пожалуй, то, что верующим нужна религия для того, чтобы она их поддерживала. Да, безусловно, вера нужна для того, чтобы взрослые люди, которым до сих пор нужны родители, и которые не хотят чувствовать себя одинокими, имели этих самых родителей, пусть даже если они и созданы кем-то. Таким образом, свое мнение о верующих я изрядно изменил. И далее я бы хотел отметить свою позицию по поводу законов. Сотки 282 со 48. Формальный состав преступления, фактически, в моем случае, абсолютно нет никаких жертв и никаких потерпевших. Мое поступление абсолютно ненасильственное. И состав преступления формируется путем формирования как раз-таки экспертиз. И, как вы могли уже заметить, одни эксперты говорят о том, что я не виновен, и о том, что в моих видео нет экстремизма. Другие же говорят, что я как раз-таки виновен. И в этом свете не совсем понятно, кому из них верить, потому что и те, и другие обладают очень большой квалификацией. Я хочу заметить, что я получил очень большую поддержку со стороны общественности, в том числе и со стороны журналистов. Спасибо вам огромное за это. Я получил поддержку со стороны Гордумы, Екатеринбурга. Многие депутаты высказывали свою поддержку. Сюда приходил мэр города, Евгений Вадимович Ройзман, и он тоже сказал, что реальное наказание для меня – это излишнее. Почему я получил такую поддержку? Я считаю по той причине, что всем эффективно понятно, что я как раз-таки не экстремист. Единственная причина, по которой я не признал вину, как раз-таки в том, что я ни в коем случае не считаю себя экстремистом. Может быть, я и идиот, но ни в коем случае не экстремист. Именно такова моя позиция. Ну и по поводу наказания. Дело в том, что за слова в интернете, за всего лишь какие-то видеоролики, за всего лишь даже репосты в сети, что не является моим случаем, но тем не менее это правда, человека могут, получается, посадить на срок до 5 лет, и мне запросили 3,5 года, при том общего режима. А мы знаем, что это место, где люди умирают от туберкулеза, насилуют друг друга. Это место, где постоянно распространено физическое насилие, с двойки регулярно вывозят трупы, и журналисты об этом в курсе. И да, именно такое наказание запрашивают за то, что человек просто что-то сказал в интернете, высказался каким-то определенным образом, и он даже никого не призывал к насилию. Он просто негативно высказался. И, как сказали сами эксперты, вина моя заключается не в том, что я отрицал Бога, а отрицал Бога, используя мат. То есть я не понимаю, почему мат является экстремизмом, в том случае, если он был применен. В свое время, когда-то давным-давно, людей сажали в лагеря, даже на более долгие сроки, не на 3,5 года, а на десятилетия, по причине того, что они пошутили, например, матерным анекдотом про коммунизм и про Сталина. Сейчас, получается, меня хотят посадить на 3,5 года на общий режим, по причине того, что я пошутил матерный анекдот про православие и про патриарха Кирилла. И для меня это дикость и варварство, и я не понимаю, как такое вообще возможно. Тем не менее, как мы видим, это вполне себе возможно. И обвинение именно 3,5 года для меня и запрашивают. Ну и по поводу своего наказания хочу отметить следующее. Обвинение нам сказало о том, что у Соколовского нет места работы. И, вообще-то говоря, к счастью для меня я являюсь довольно ценным специалистом. И прямо сейчас, например, у меня есть официальное место работы. Я являюсь IT-консультантом. Мне сейчас назначили зарплату в 10 тысяч рублей по той причине, что я сижу на должном аресте и мало принимаю участие в деятельности фирмы «Транспортный инноваций», в которой я работаю. Но, естественно, в том случае, если я смогу работать, то мои зарплаты будут достаточно для того, чтобы я оплачал штрафы. И будет достаточно для того, чтобы я помогал своей матери. Напомню, что в том случае, если я сяду в колонии, моей матери придется помогать мне. Ей придется как раз так делать так, чтобы я там не умер от голода. Потому что вы знаете, как кормят в лагерях общего режима. Я не знаю, будет ли у нее такая возможность, вообще выдержит ли она все это, потому что она уже пятизионного возраста, и потому что у нее объективно очень плохое здоровье. Это ей нужно помогать, а не наоборот. И, по сути, это сейчас мой единственный родственник. На данный момент у меня есть место учебы. Потому что дело в том, что как раз таки из-за того, что меня уже 8 месяцев преследуют, и я не могу выходить из дома, я не могу разобраться своей учебой и вернуться из-за клинического отпуска. Но я уверен, что я это сделаю. У меня есть постоянное место работы, и, соответственно, штраф я мог бы покрывать. Все это у меня есть. Сейчас у меня есть девушка, у меня есть прописка. Что будет со мной через 3,5 года, в том случае, если я выйду? Вполне возможно, что я вообще всего лишусь. Я не удивлен, почему половина людей, которые выходят за пределы тюрьмы, в итоге возвращаются обратно. Показатели рецидива в этом плане просто огромны. Надеюсь, что со мной такого ни в коем случае не случится, и что все-таки в итоге я не окажусь в этом ужасном месте. Собственно говоря, надеюсь, что мое вот это вот последнее слово сейчас будет все-таки не последнее. Я сделал очень много выводов после того, как и побывал в СИЗО, и пообщался здесь со свидетелями, которые оказались оскорблены из-за моей деятельности. Но я считаю, что возможность для какого-то альтернативного наказания, она есть, потому что у меня есть место работы. Я могу вытлачивать штрафы, я могу быть при этом с ограничением свободы, много всего есть. Кроме того, Евгений Вадимович Ройзман сам сказал мне, что он готов позвать меня в свои социальные проекты, и уж лучше бы я вместе с ним строил хосписи, что он мне, собственно говоря, предложил. Я могу это делать хоть прямо сейчас вместе с ним, чем я просто не мог помогать своей матери и находился в местах не столь отдаленных, где неизвестно, что бы еще со мной случилось. На этом, собственно говоря, все. Надеюсь на хоть сколько-нибудь лоевное решение в вашей части.